Добрый день, уважаемые коллеги! Мы очень рады вас приветствовать на нашем цикле консультации по программе математики «Учусь учиться» Людмилы Георгиевны Петерсон. Сегодня мы с вами проведем вводную онлайн-консультацию под номером 1 и тема нашей сегодняшней с вами встречи, нашей беседы это особенности и учебно-методическое обеспечение курса математики «Учусь учиться». С вами сегодня будет методист нашего института Забнина Марина Александровна и Синицына Вероника Валерьевна, также методист центра института системно-деятельности педагогики. Ну и я думаю, что все вы сегодня в преддверии нового учебного года. Мы вас поздравляем с началом учебного года. Надеемся, что этот день, день начала учебного года для вас будет действительно праздником. Вы все ждете встречи с вашими детьми, с родителями. Ну и я желаю вам успехов в вашем нелегком труде. Ну а мы будем помощниками для вас и познакомим вас, как работать с нашим учебником. Ну и мы двигаемся дальше. Научным руководителем нашего института является Людмила Георгиевна Петерсон. Она является также автором нашего замечательного учебника по математике «Учусь учиться». Людмила Георгиевна тоже просила передать вам свои поздравления с началом учебного года. Ну и я надеюсь, что работа по учебнику Людмилы Георгиевны принесет вам удовлетворение. И самое главное, вы достигнете своих результатов и хороших результатов ваших детей. Ну а мы продолжаем. И с программой нашей консультации вас сегодня познакомит Марина Александровна. Итак, сегодня на консультации мы с вами познакомимся с образовательной системой «Учусь учиться» Людмила Георгиевна Петерсон. Мы рассмотрим с вами особенности курса математики «Учусь учиться» и отличительные особенности от других образовательных систем. И также рассмотрим с вами все методическое сопровождение для педагогов, если вы пожелаете. Я думаю, что раз вы вместе с нами, то вы хотите освоить образовательную систему. И рассмотрим комплект учебных и методических пособий по математике для дошкольных образовательных учреждений и для начальной школы. А также различные варианты использования их в начальной школе. Ну и постараемся ответить на все вопросы, которые возникнут у вас во время консультации. Ну и время нашей встречи около двух часов. Я не буду говорить, что ровно два часа. Вот около двух часов. Ну и настраиваемся на успешную работу. Ну а сейчас давайте, вот мы с Мариной Александровной представили, представили Людмилу Георгиевну. И нам очень важно понимать, кто сегодня с нами. Значит, вы, да, вы проголосуйте, пожалуйста, к какой категории вы себя отнесете. Вы педагоги, вы руководители, может быть, вы учителя начальной школы, методисты, преподаватели вуза. Может быть, вы представляете какую-то другую категорию. Если другая категория, то напишите, пожалуйста, в чате, к кому вы себя отнесли. Ну и, ну вот я вижу, что в основном, вот, большая часть наших присутствующих слушателей – это учителя начальной школы. Вижу я, что есть два преподавателя и руководитель есть. Так, ну это очень хорошо, что руководители присутствуют. Я думаю, что вот это очень важно. Потому что именно они направляют деятельность всего педагогического коллектива. Ну и приятно, когда руководители вместе с учителями, да, вот, дышат одним воздухом, думают одни мысли и ставят одни и те же цели, задачи, да. Так, ну что, я думаю, что голосование мы завершаем. Мы поняли, кто у нас сегодня присутствует. Так, спасибо большое. Так, ну и сегодня мы еще с вами должны понять, насколько вы знакомы с нашим учебником. Поэтому сейчас мы попросим вас указать опыт вашей работы по учебнику. Либо вы уже давно работали, знаете наш учебник, либо вы только вот взяли в руки наш учебник. Вот, может быть, вы уже знакомы не только с учебником, но и с нашей дидактической системой, и с нашей технологией. То есть мы просим вас вот показать, какую категорию вы представляете, да. Так, ну есть кто впервые, так, есть кто имеет опыт небольшой опыт. Очень приятно. Да. Так, ну вот я смотрю, что как... Мы рады, что есть учителя, которые впервые начинают. Мы приглашаем вас в наше сообщество. Вот есть два года, так, 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 бурданных пока еще идет. Вот, так, вот есть кто работает уже много лет. Да, и для нас это очень приятно, что есть люди, которые работают много лет, но хотят узнать что-то новое. Вот это вот для меня всегда ценно. Я люблю людей, которые стремятся обогатить свой опыт и не стоят на месте. Вот это вот ценность саморазвития, самоизменения, для них это важная ценность. Так, ну и сбор данных у нас еще пока идет, да. Так, ну что, ага. Есть вот кто курс не преподает, но координирует работу по нашим площадкам в регионе. Отлично. Ага. Наталья Владимировна, да. Это Томилина Наталья Владимировна, я так понимаю, из Астрахани. Наталья Владимировна, я очень рада вас приветствовать. Да, вот хорошо, что есть люди, которые уже с нами давно. Очень это приятно, это очень радует. Ну что, мы заканчиваем голосование. Итак, очень приятно, что с нами есть люди, которые давно работают. И есть те, кто только-только впервые начинает работать. Ну, теперь, коллеги, нам еще очень важно знать, имеете ли вы курсовую подготовку по нашему курсу математики. Может быть, вы проходили курсы по технологии деятельности, может быть, вы проходили какие-то курсы отдельно, только по технологии или только по математике. А может быть, вы вообще не проходили курсовую подготовку. Это тоже очень важно, потому что мы на самом деле знаем, что учителя, которые прошли курсы, это одна категория. Это люди, которые грамотно используют наш учебник, которые понимают, как по нему работать. Есть люди, которые знают еще, как применять технологии деятельностного метода. Это еще лучше, это еще больше приводит к лучшим результатам. Ну, и люди, которые еще не проходили курсы, у них все впереди. Я за них тоже очень рада. Пишут, что есть, кто не проходил курсы, пишут много раз, приходили курсы. Мы очень рады, что вы все время с нами и поддерживаете себя в таком хорошем тонусе методическом. Так, очень хорошо. Вот есть, кому нужны дистанционные курсы и могут приехать точно. Вот это очень важно. Да, это хорошо. Пройдены курсы по содержанию, по методике. Замечательно. Есть, кто прошел все курсы. Это тоже здорово. Да, но я думаю, что сегодня все равно каждый из вас услышит для себя что-то новое. И интересное. И возьмет себе на заметку для работы. Да, очень хорошо. Ну что, я думаю, что коллеги... Вот, видимо, эмоционально. Да. Хотим еще. Хотим еще. Еще. Да. Вот это очень радует, когда люди хотят еще. И мы тоже будем очень рады вас видеть. Так, ну что, наверное, все-таки мы уже завершаем голосование. Мы поняли, да? Спасибо большое. Так, ну и теперь мы понимаем, кто с нами, да? И, ну, на самом деле, когда мы затеваем какую-то деятельность, когда начинаем что-то делать, мы должны понимать, а вообще зачем мы это делаем. Да, вот еще Сенека в свое время говорил, что для парусника, который не знает, куда плыть, ни один ветер не будет попутным. Ну и я вот прошу, Марина Александровна, озвучить нашу цель. Зачем мы сегодня к вам пришли? Итак, цель сегодняшней консультации... Нет, прошу прощения. Всех консультаций на год, потому что это будет цикл консультаций, и мы приглашаем вас поучаствовать в нем. Это познакомить с особенностями курса математики «Учусь, учиться», его методическим обеспечением, и оказать методическую помощь педагогам, то есть вам, дорогие коллеги, в освоении этого курса. Сразу скажем, что оказывать методическую помощь мы будем предметно, поэтому следующие консультации будут касаться учителей каждого класса в отдельности. Поэтому на следующую консультацию будьте внимательны, приходите в соответствии с тем классом, в котором вы преподаете. Спасибо большое, Марина Александровна. Ну и мы с вами двигаемся дальше. Ну, на самом деле, мы не вдвоем только будем с вами работать, да, не только мы вдвоем. У нас создалась целая команда людей, которые уже очень давно работают по нашему учебнику, которые освоили не только содержание методику нашего учебника, но еще освоили технологию деятельностного метода и преподают с помощью курса «Мир деятельности», формируются метод-предметные результаты. Вы посмотрите, они представлены. Это те люди, которые будут с вами работать на протяжении всего этого учебного года, которые будут проводить также консультации для вас по своему классу, и те люди, которые готовы оказать вам поддержку, причем, ну так скажем, скорую методическую помощь. Вот, мы дадим вам сегодня адрес, куда писать свои вопросы, и вот эти учителя, эти методисты будут с вами связываться и оказывать вам эту помощь. То есть это люди, которые готовы уже вот с вами работать и очень хотят с вами со всеми познакомиться. Вероника Валерьевна, я извиняюсь. Дело в том, что эти учителя не просто сами добились очень хороших успехов, а они научили своих учеников добиваться успехов. И это радует, это радует детей, это радует учителей, радует родителей. Ну да, результат – это то, на что мы работаем. Ну и вот о результатах мы сейчас с вами очень коротко поговорим. Мы понимаем, что вот на самом деле мы работаем не просто так, вот мы сейчас про цели говорили, да, что такое цель. Это тот результат, который мы хотим получить. И вот на самом деле результаты работы нашего института, вообще нашего коллектива, вот они представлены, я имею в виду не только коллектив института, а всех учителей, ну может, всех патерсонов, скажем так, которые вот распредоточены по всей нашей огромной стране. Вот, результаты, конечно, радуют. Вот, наверное, кто уже с нами давно слышали, что у нас проходил всероссийский эксперимент, инициированный Академией повышения квалификации с 2011 по 2016 год. И вот мы видим с вами, какие результаты зафиксированы вот в ходе этого эксперимента. То есть это стабильное превышение общероссийских показателей по всем проверочным работам, по экзаменам ОГЭГ. Также метапредметные результаты, они выше, чем в среднем по России, на 20-50%, а иногда до 100% доходят. Ну и не только вот метапредметные результаты и предметные результаты достигаются с помощью нашей системы, но еще отмечают все педагоги, что происходит мощное развитие личностных качеств детей, растет мотивация к обучению, уровень воспитанности у детей становится выше, дети получают хорошие результаты при участии в конкурсах, в олимпиадах, вплоть до международных. Но и не только мы работаем, не только на результаты детей, мы с вами тоже должны понимать, что у нас могут быть свои результаты профессиональные. Вот наши учителя достигают хороших результатов в своем росте профессиональном, но и за счет этого, конечно, повышается и рейтинг школ. Ну и вот о некоторых таких вот победах мы тоже хотим вам рассказать. Вот, например, итоги опроса кандидатов в международную сборную России по математике. Вы видите эти итоги, что многие дети, которые участвуют в международной сборной России по математике, обучались по нашему учебнику. И вот двое учеников 122-й школы в городе Казани, это гуманитарная вообще-то гимназия, но эти дети стали победителями международной олимпиады, они заняли первое место. Вот, и эти дети, в общем-то, и сейчас, они очень успешные. Один из них учится в Америке, другой из них учится в Германии, и это помогло им как раз обучение по нашему учебнику достичь таких результатов. Ну и вот Марина Александровна хочет уделиться своим личным опытом в этом плане. Мой ученик в прошлом году стал серебряным призером международной 59-й олимпиады по математике. И он тоже в начальной школе, ну и в среднем зрении учился по учебникам Людмилы Георгиевны Петерсон. Конечно, у нас физико-математическая школа, но надо отметить, и вы это видите на слайде, более 50% школ, подготовивших кандидатов в национальную сборную России по курсу «Учись, учиться», не являются учениками специализированных школ. И это очень важно. Учебник дает возможность учиться, полюбить математику и достичь высоких результатов всем ребятам, кто учится по нашему учебнику. Ну, я хочу сказать, что не только учебник математики помогает достигать таких результатов, да. Вот. На самом деле у нас целая образовательная система «Учись, учиться», которую вот как раз и создала Людмилу Георгиевну Петерсон. Но чтобы немножечко подробнее о ней узнать, мы сейчас с вами посмотрим ролик, что такое система Петерсон. Итак, я прошу поставить ролик. Спасибо. Распространено мнение, что главной задачей взрослых является подготовка детей к будущей жизни. Во все времена родители и педагоги стараются передать детям необходимые знания и умения, чтобы они смогли стать успешными в личной и профессиональной жизни. До недавнего времени такой подход срабатывал, но сейчас все изменилось. Парадокс заключается в том, что сегодня мы не знаем, какие знания и умения будут востребованы через 10-15 лет. Сегодня с уверенностью можно сказать только одно, что важнейшим условием успешности человека становится умение учиться. Учиться на протяжении всей жизни. Можно ли этому научить детей? Если да, то с какого возраста и как? Умение учиться должно формироваться поэтапно и системно, начиная с дошкольного возраста. Для этого недостаточно одного, даже самого замечательного, учебника или программы. Только целостный комплекс педагогических инструментов и развивающая образовательная среда позволит ребенку перейти от естественного детского любопытства к осознанному умению учиться. Именно поэтому в образовательной системе Людмилы Георгиевны Петерсон создан уникальный механизм, позволяющий подготовить ребенка к жизни в условиях быстрых изменений. Ключевым звеном этого механизма является технология деятельностного метода, помогающая ребенку сначала приобрести опыт преодоления затруднений, а затем уже в школе освоить способы перевода любой проблемы в возможность научиться чему-то новому. Для развития сильного мышления используется авторский курс математики «Учусь учиться», который начинается в детском саду, в курсе «Игралочка» и продолжается в начальной и основной школе. Повысить эффективность результатов обучения помогает надпредметный курс «Мир деятельности». Здесь дети приобретают очень важные знания, которых не дают ни на одном предметном уроке. О том, что такое цель, как эффективно работать в команде, как учиться с радостью, как найти свое призвание и стать автором своей жизни. Отслеживать динамику развития ребенка помогает разработанный мониторинг для школьников и дошкольников. Освоить и грамотно использовать все эти педагогические инструменты в работе с детьми педагогам помогает многоуровневая система повышения квалификаций. Эффективность такого подхода подтверждают результаты российских исследований качества образования. А также успехи и достижения наших учеников, которыми мы очень гордимся. Почему все эти инструменты работают? Потому что все они являются компонентами одной системы, разработанной на основе единой научной теории. Под руководством доктора педагогических наук, профессора, академика Людмилы Георгиевны Петерсон. Система Людмилы Георгиевны Петерсон прошла многолетнюю апробацию в различных регионах России и доказала свою эффективность на примере успехов тысяч детей, отзывов педагогов и родителей. Более полутора миллионов школьников России обучаются по системе Петерсон. Нас выбирают школы и родители, которые смотрят в будущее. Единство устремлений, партнерские отношения и новые перспективы. Все это становится возможным благодаря системе Петерсон. Если вам не безразлично будущее вашего ребенка, если вы сами готовы непрерывно учиться и учить этому своих детей, присоединяйтесь. Система Петерсон – это больше, чем математика. Так, ну что, коллеги, я думаю, что наш вот этот ролик, какое-то представление вам помог создать о нашей дидактической системе, да? Мы с вами должны четко понимать, что вот дидактическая система Людмила Георгия Мстерсон, она была создана в соответствии с целями образования. Мы знаем, что сейчас перед нами, вот перед педагогами, стоит глобальная цель – это воспитание личности, готовое к самоизменению, к саморазвитию. Вот, в соответствии с этой целью как раз и создавалась вот дидактическая система. Что входит в эту систему? Ну, во-первых, это технологии деятельностного метода, которая позволяет организовать учебный процесс таким образом, что дети открывают новые знания сами. Для того, чтобы эта технология работала, чтобы этот инструмент звучал красиво, четко, создается образовательная среда с помощью дидактических принципов. Как раз дидактические принципы позволяют создать вот эту образовательную, адекватную образовательную среду, чтобы ученик смог максимально сам добывать новые знания. Естественно, это все строится на определенном содержании, которое зафиксировано в наших учебных пособиях, в нашем учебнике математики, который так и называется «Учусь учиться», он не недаром так называется, потому что на самом деле вот эта цель – научить ребенка учиться, умение учиться – это самое важное, чему мы должны научить детей сейчас, на данный момент в школе. И вот это содержание учебника, оно и позволяет достигать в данной цели. Причем учебник простроен начиная с дошкольной подготовки и до девятого класса. Но, естественно, для того, чтобы работать по этому учебнику, учителя должны быть подготовлены. Поэтому у нас простроена система обучения. У нас мы расширяем сейчас и строим нашу инновационную методическую сеть, которая как раз и позволяет нам доехать, дойти до всех таких далеких регионов и распространить наш опыт работы. При этом вот наша методическая сеть, она помогает, позволяет простроить систему сопровождения учителя при освоении всех наших продуктов. Но также наша вот эта сеть позволяет вырасти учителя профессионально и не просто научиться хорошо учить детей, но еще и профессионально делиться своим опытом. То есть вот вы видели большую команду методистов-наставников. Это те учителя, которые уже могут делиться своим опытом и обучать других учителей. Ну и мы с вами понимаем, что перед нами стоят цели. Что такое цель, мы уже говорили, это тот результат, который мы хотим достичь. Для того, чтобы понять, какой этот результат, сравнить цель и результат, у нас существует такая система мониторинга. Причем эта система позволяет отследить не только предметные результаты, но и еще и мета-предметные результаты. Вот у нас есть платформа «Мониторинг Петерсон 2000», на которой вы можете зарегистрироваться и зафиксировать результаты мета-предметные ваших детей. Также у нас есть пособие специальное электронное приложение, с помощью которого вы можете отследить уже именно предметные результаты. И вот в связи с тем, что мы сейчас реконструируем наши сборники контрольных и самостоятельных работ, в соответствии с ними скоро у нас будет новая платформа, на которой вы сможете уже отслеживать тоже в форме онлайн предметные результаты обучения детей. Юрия Натальевна, уточните, пожалуйста, есть такой курс «Мир деятельности», каким образом он вписывается в эту образовательную систему и как помогает математике? Очень хороший вопрос. Спасибо большое, Марина Александровна. Но мы с вами прекрасно понимаем, что перед нами стоит задача в связи с новыми стандартами. Это три группы результатов. Предметные, мета-предметные и личностные результаты. И вот для того, чтобы сформировать мета-предметные результаты, чтобы дети действительно овладевали умением учиться осознанно, чтобы они знали и понимали все алгоритмы, которые нужно выполнять для того, чтобы самому открывать новые знания, самому себя научить, был создан надпредметный курс «Мир деятельности», который тоже входит в нашу дидактическую систему. И вот он помогает сформировать именно вот эту фундаментальную базу. То есть с помощью этого курса дети как раз и узнают, что значит учиться все эти алгоритмы. А на предметных уроках, будь то математика, русский язык, окружающими, дети отрабатывают эти умения учиться. Да, и вот как раз они уже выполняют все эти действия осознанно. Вот эти универсальные учебные действия, которые как раз входят в структуру учебной деятельности, вот они действительно занимаются собственной учебной деятельностью, уже на высоком уровне, на осознанном уровне. Ну и вот, как я уже сказала, учебник математики – это часть нашей дидактической системы. Мы с вами понимаем, что система работает хорошо тогда, когда все ее составляющие работают как положено, не застревают никакие колесики, а работает все одновременно и слаженно. Вот математика – это как раз и есть одно из таких колесиков, которое позволяет достигать тех результатов, о которых мы говорили ранее. Ну и вот сейчас мы с вами уже будем непосредственно говорить об особенностях нашего курса математики «Учусь учиться». Но хочу привести вам высказывание ученого, который жил вот в середине XIX века, в начале XX века, Странолюбский, он сказал, что доведенная до совершенства научная система, пленяя собой учителей, целиком переносится им в школу. И здесь-то сказывается все несоответствие ее с действительным ходом развития детского ума и с нормальным способом обретения им познания. Педагоги как будто забыли, что прошли целые тысячелетия, прежде чем явилась эта великолепная научная система, что для составления и выработки ее потребны были усилия многих величайших умов, мало-помалу обобщавших и связывающих между собой результаты, добытые ими то из наблюдения, то из сопоставления и комбинаций. Вся эта работа тщательно скрывается от учеников. Их подводят с закрытыми глазами к великолепному зданию и внезапно огорашивают в совершенно неожиданном и непонятном для них гречи. В порождающем этим приемом тупом недоумении ученики и остаются до окончания курса наук. Как вы думаете, вот к чему я это высказывание привела? Марина Александровна, как вы думаете? Ну, наверное, к тому, что наша система позволяет открыть глаза ученику и позволяет осознанно с открытыми, широко открытыми глазами вступить в храм науки и получить те знания в той последовательности, научиться их открывать самому, в той последовательности, в которой открывали эти знания великие умы человечества. Да, то есть фактически мы помогаем ребенку не просто вот увидеть это здание целиком, да, а построить его самому от фундамента, по кирпичику. То есть ребенок должен понимать, откуда берутся те или иные знания, зачем они ему нужны, как они связаны друг с другом, как они помогают ему действительно вот в освоении этого жизненного опыта, и самое главное, как он будет потом ими пользоваться, где он их будет применять. Вот это очень важно. То есть вот этот путь исторический, который проходил человечество вообще в культуре при открытии новых знаний, мы должны ребенку показать. Не просто само это здание, результат, да, а вот этот путь, это очень важная, получается такой своеобразный квест. Да, квест. Ну и наш учебник полностью отражает семь содержательно-методических линий. Эти линии представлены у нас на слайде. Вы видите, что у нас есть числовая линия, но это как и в других учебниках, да, то есть в процессе познания дети открывают, что такое число, какие числа бывают, какие действия с числами можно выполнять и так далее. Также у нас очень мощно представлена алгебраическая линия, геометрическая линия. Мы детей знакомим с некоторыми вещами и с функциональной линией. Мы, конечно, не говорим, что все, что есть в функциональной линии, есть в нашем учебнике, но эта линия, она тоже у нас представлена. Также мы знакомим детей с языком и логикой, то есть мы учим детей разговаривать на математическом, грамотном языке. Это вот одна из целей обучения математики по нашему учебнику, чтобы ребенок мог грамотно объяснить свои действия, чтобы он мог грамотно аргументировать свою позицию, доказать, что он прав. А также мы учим детей анализировать данные, но и мы учим детей моделировать с помощью решения текстовых задач. Линия текстовых задач у нас тоже представлена. Вероника Валерьевна, объясните, пожалуйста, что означают эти красные стрелочки? На одних линиях они есть, на других линиях они в начале, какие-то в конце. Да, вот на самом деле очень хорошо, что вы заметили, Марина Александровна, но мы видим с вами, что в этой табличке у нас представлены не только линии, но еще и возраст обучения детей по нашему пособию, по нашему учебнику. Вот в дошкольной подготовке мы не говорим в явном виде, допустим, о числах, дети оперируют с числами, но это не цель, а вот именно познакомить с какими-то взаимосвязями, научить детей анализировать данные, научить детей математическому вот этому языку немножечко уже их приобщить к этому. И вот те стрелочки, которые в дошкольной подготовке у нас отмечены на содержательных методических линиях, это то, что присутствует в нашем пособии очень явно, выпукло, и то, на что, в общем-то, обращает внимание учителя. Но основная школа – это тоже, в общем-то, то, что очень ярко выражено именно в материалах обучения в основной школе. Линия текстовых задач у нас начинается именно с начальной школы, логическая линия, она тоже присутствует именно с начальной школы, продолжается, далее в основной школе, ну и геометрическая линия, она присутствует в дошкольной подготовке, но уже более детально именно работать с понятиями геометрическими мы начинаем именно в начальной школе. В результате можно говорить о опережающей подготовке для изучения того или иного материала. А затем происходит открытие нового знания и систематическое повторение, что очень важно, чтобы научиться. То есть вот механизм, он такой. Сначала идет при изучении любого понятия математического, опережающей, мощной опережающей подготовки. Потом происходит открытие уже именно на уровне понятия, на уровне определения. Ну а далее организуется системное повторение. А кроме того, чтобы учить и получать от этого удовольствие, и учиться и получать от этого удовольствие, а не переучивать, обратите внимание, что все это делается в системе, начиная с дошкольной подготовки, мы говорим на одном и том же математическом языке, до основной школы, ну и дальше в институт. Ну вообще, что такое непрерывность, да, принцип непрерывности? Это преемственность между всеми ступенями обучения на уровне содержания, на уровне подходов, методик и методов обучения. Чтобы дети не слышали вот эту фразу, забудьте все то, что было в детском саду, в школе все будет по-другому, да, вот, и так далее на всех остальных ступенях обучения. Таким образом, трудное, то, что трудно было, оно становится легким за счет именно опережающей подготовки, и дозревают все дети, осваивают вот эти вот наши знания. Ну, мы приведем пример. Значит, вот как дети у нас изучают тему дроби, доли и дроби. Еще в детском саду дети знакомятся с понятиями часть целая, находят взаимосвязь между частью и целым, и учатся делить целое на равные части. Это позволяет уже в четвертом классе познакомить детей с таким понятием, как доля и процент. Дети очень легко берут это понятие процент, потому что процент представляется как одна сотая доля целого. Далее дети знакомятся с дробями и учатся, значит, знакомятся с такими понятиями, как числитель, знаменатель, и учатся решать три типа задач на дроби. К чему это ведет далее? Посмотрите, коллеги, внимательно. Дети в четвертом, пятом классах у нас системно решают задачи на процентах, как в частном случае задач, причем с числовыми буквенными данными, и открывают для себя новые правила в пятом классе решения задач на дроби. Ну и в шестом, седьмом классе уже, так как они определили эти понятия еще в начальной школе, у них идет системное повторение и наращивание этого материала, что приводит в результате вот в девятом классе к тому, что дети очень легко решают задачи на процент уровня в канаве, группе по выбору учащихся группы B. И вы, Вероника Валерьевна, я думаю, что у многих учителей может возникнуть такой вопрос. Если тема доли и дроби изучается подробно в пятом, шестом, седьмом, девятом классах, зачем ее давать в четвертом? Спасибо большое за вопрос. Ну, во-первых, нам это позволяет сделать, как я уже сказала, опережающая подготовка, это раз. А во-вторых, наш учебник опирается на синдитивные периоды в развитии детей. Вы прекрасно знаете, что такое синдитивные периоды, да? Это периоды, благоприятные для изучения той или иной темы. И вот как раз в четвертом классе наступает тот период, когда дети уже готовы воспринять этот материал. Это очень благоприятный период для знакомства с долями и дробями, потому что весь третий класс у нас дети работали с многозначными числами. Им в четвертом классе очень интересно работать с долями и с дробями, особенно с процентами, когда они говорят, теперь я маме объясню, что значит скидка там 13%. На самом деле весь третий класс они с многозначными числами работали. Эти числа им уже надоели, им уже это неинтересно. А вы знаете, что детям интересно всегда то, что труднее. Вот спросите ваших детей, какую задачу им интереснее решать, да? Та, которая легкая или та, которая вызывает трудности? И вам дети хором ответят, что та, которая сложнее, она интереснее. Именно мотивация возникает, когда ребенку что-то трудно делать. Гимнастика для ума. Вот, поэтому вот опираясь на эти синтетивные периоды, мы изучаем эту тему в четвертом классе. А уже если в пятом, шестом классе эту тему начать только изучать, это детям уже не так интересно. Перегорели. Да, перегорели, да. Ну и мы движемся дальше. Второй пример, который я хочу привести вам, это решение уравнения. Опять же, вот наши новые методики позволяют нам легко научить детей решать уравнения. Почему мы на этом делаем акцент? Потому что очень часто мы встречаемся с тем, что дети решать уравнения не умеют. Вот приходят с пятой, шестой класс, и учителя основной школы предъявляют претензии, что мы не научили их решать уравнения, да. Вот. Очень часто такое бывает. Но вот что опять же мы предлагаем, что в нашем учебнике, какая особенность здесь прятана, да. Опять же, опережающая подготовка начинается в дошкольной математике. Формируется представление у детей о связи целого и частей. Причем, обратите внимание, дети формируются, у них представление об обозначении объектов с помощью символов. То есть вводится определенная символика. Значит, кружочком мы обозначаем что-то. Сейчас мы об этом поговорим, да. Части тоже мы обозначаем, вот мы их подчеркиваем. Когда мы анализируем какую-то фигуру, что такое анализ? Это раздробление целого на части. То есть фактически мы описываем свойства этой фигуры. И вот для этого вводится еще в дошкольной подготовке символы. Вот. Большой предмет обозначается деревцем, вот, множеством, леточек, да. Цвет с помощью цветового пятна. Форма с помощью вот треугольничка, да, формы. И так далее. Маленькая фигура – это деревство с двумя веточками. То есть мы приучаем детей вот на этом этапе обозначать, пользоваться каким-то символом. Но это, конечно, еще помогает нам математический язык некий у детей вот формировать. Многих учителей и родителей отпугивает учебник Георгиевна Петерсон именно большим количеством графических и всевозможных моделей. Не надо этого пугаться, нужно просто немножечко в этом разобраться. Потому что это создает такие условия, вернее, позволяет детям лучше понять математику, сделать ее понятной и доступной. Мы сейчас об этом поговорим. Да, более подробно поговорим. Ну и вот обратите внимание, уже в первом классе дети на основе вот этого первичного опыта, который сформировался в дошкольной подготовке, эти знания они обобщают, систематизируют и уже они решают примеры на взаимосвязь между частью в целом, строят предметные графические модели. Вообще еще одна из особенностей учебника математики Людмила Георгиевна Петерсон состоит в том, что каждому математическому понятию соответствует какой-то геометрический образ. И вот с помощью отрезка, целого отрезка, который разделен на части, дети иллюстрируют целое им части. Это вот такой образ, который помогает ребенку сразу увидеть. При изучении темы, на сложении и вычитании. Да. И дети у нас вот с помощью этого отрезка учатся составлять 4 равенства на сложении и вычитании, где как раз и показана взаимосвязь между сложением и вычитанием и взаимосвязь между целым и частями. Также в первом классе, еще вот в самом начале, когда только начинается числовой период, дети знакомятся вот с такими примерами с окошками, где в окошко надо поставить какое-то число, чтобы вот равенство оказалось верным. Как раз вот окошко – это прообраз нашего икса, так мы скажем. Да. Вот. То есть неизвестное число заменяется окошком. В итоге у детей формируется умение в любых равенствах на сложение и вычитание, находить части и целого и составлять схему определенную. Ну и посмотрите, вот какие задания у нас здесь предлагаются еще, и когда заменяются числа какими-то символами, да. Вот. И таким образом в первом классе дети знакомятся уже у нас с уравнениями на сложение и вычитание, с простыми уравнениями, которые они решают именно с помощью ассоциативного способа. Типа, чтобы найти часть, нужно из целого вычесть другую известную часть, и это очень все понятно, а чтобы найти целое, надо две части сложить? Ну, когда ребенок видит, где стоит вот неизвестное число, икс, да, вот он видит, что здесь, в этом уравнении, икс – это часть. Мы подчеркиваем части, а целое обозначаем в кружочек. Ребенок знает четко правила. Чтобы найти часть, нужно из целого вычесть часть. Поэтому он записывает это решение и легко находит ответ. Кроме того, коллеги, одной из особенностей нашего учебника является то, что мы при открытии новых знаний детьми учим их фиксировать результат своих открытий с помощью эталона. Эталон – это тот инструмент, который позволяет потом детям решать задания такого типа и учит детей правильно формулировать свои мысли. То есть ребенок учится еще грамотной математической речи. Эталон постоянно лежит у детей перед глазами, когда у них идет процесс отработки этого способа, когда дети запоминают, как правильно действовать по этому эталону. И эталон может иметь разную форму. Это может быть алгоритм, это может быть какая-то схема, опорная схема, это может быть правило какое-то, формула и так далее. И вот таким образом мы учим детей вот именно грамотному открытию нового и фиксации нового. Ну а потом еще, коллеги, ведь ребенок, когда открывает нового, он ставит перед собой цель – узнать какое-то новое правило. Что является результатом открытия? Это правило. И оно должно быть зафиксировано перед глазами у ребенка. Мы говорим о том, что дети у нас в классе сидят все разные. Дети могут быть визуалы, киноэстетики, аудиалы. А в связи с тем, что наши многие дети сейчас сидят в гаджетах, они даже, может быть, при рождении там были какие-то киноэстетики или аудиалы, они все превращаются в визуалы. Поэтому зрительная опора – это очень важно для ребенка. Вот. И зрительная фиксация нового знания – это как раз результат открытия ребенка. Мы говорим, что эталоны являются помощниками учения. Не только ученика, потому что он сам открыл этот эталон, а потом им пользуется. Не только для учителя, потому что все дети в классе говорят на одном и том же языке, но еще и для родителя, потому что родители имеют возможность проверить и помочь ребенку, как правильно говорить, как правильно выполнять то или иное задание. А представьте, какая это помощь, если ребенок заболел или находится на дистанционном обучении. Это помощь? Вы абсолютно правы, Марина Александровна. Бывают такие случаи, когда, например, родитель желает помочь своему ребенку, и начинает объяснять решение задания какого-то, так как он это понимает. Так как родители, в общем-то, это люди взрослые, и они в основном используют алгебраические способы решения каких-то заданий. Они в желании своему ребенку помочь иногда просто приносят вред, потому что они объясняют неправильно, не так, как мы объясняем. Мы-то в начальной школе в основном арифметические способы решения детям предлагаем. И таким образом родители просто запутывают ребенка. А если родитель видит перед собой эталон, то он может уже грамотно ребенку помочь и грамотно оказать вот эту помощь. Делаем раз вместе. Давай прочитаем задание и делаем его. Делаем два, читаем, делаем. Все очень понятно. Да, вот обратите внимание, здесь на слайде представлены алгоритмы решения уравнений. И когда мы с детьми уже, у нас есть такие уроки рефлексии, где дети знания переводят, так скажем, в умение, формируют умение использовать данный эталон. То есть ребенок, прочитывая первый пункт алгоритма, его выполняет. Второй пункт алгоритма прочитывает, его выполняет. На определенном уже задании. Вот это очень важно. Научить действовать ребенка пошагово. Потому что, знаете, очень часто мы с вами видим даже взрослых людей, которые не всегда умеют действовать в инструкции. Вот, но, например, вот я всегда привожу такой пример. Очень часто наблюдаю зимой, как некоторые люди садятся в машину. Вы знаете, что у нас, особенно в Москве, здесь реагенты и все такое, да, вот под ногами непонятно что. Сначала ноги засунули в машину, потом сами сели. И получается, что потом в машине вот эта вот каша, грязь и так далее. А есть люди, которые сначала ножки отрихнут, а потом уже их занесут в машину. О чем это говорит? Ну, надо сначала сесть. Да, ну да, попу сначала посадили, потом ноги свои занесуты, да. Вот, то есть о чем это говорит? Что люди умеют планировать, да, свою деятельность и действовать, как бы, ну, по этой инструкции. Вот, это очень важно. Ну, и потом, коллеги, еще эталон помогает ребенку организировать свою полицию. То есть, когда ребенок обосновывает свое решение, он опирается вот на эту норму. Эта норма, которая зафиксирована в эталоне, является его грамотным обоснованием. Эталоны находятся в свободном доступе для ребенка постоянно, пока он изучает эту тему, да, контрольные работы. Эталоны убираются только на контрольной работе, поэтому за тот период, пока он изучал эту тему, повторял, закреплял, эталон переходит в голову. Да, то есть это помогает ребенку как раз вот запомнить новые знания. Ну, и потом, коллеги, вот когда мы учим детей проговаривать это знание, да, этот эталон, включаются все три вида памяти. Это визуальная память, когда он видит перед собой правила, это алгоритм. Аудиальная память, когда он говорит и сам себя слышит, но и кинестетическая, работает у нас речевой аппарат. Вот это очень важно, да. То есть это мощный инструмент для того, чтобы дети новые знания очень хорошо запоминали и закрепляли. Ну, по второму классе, опять же, мы работаем с уравнениями и учим детей решать уравнения на сложение и вычитание в начале второго класса уже с комментированием по компонентам действия. То есть мы учим их вот применять в речевой практике эти названия компонентов действия сложения и вычитания. У меня вопрос, а почему части и целые обозначались, целые обозначались при сложении и вычитании кружочком, а часть подчеркивалась, а здесь почему-то прямоугольник. Я не поняла. Спасибо большое, Марина Александровна. Я думаю, что у других слушателей тоже такой вопрос возник, да. Но на самом деле во втором классе мы уже детей знакомим с таким действием, как умножение и деление. И, соответственно, мы знакомим с уравнениями на умножение и деление. И, как я уже сказала, каждому математическому понятию в нашей математике соответствует геометрический образ. Геометрический образ, который иллюстрирует действие умножения и деления, связан с площадью прямоугольника. Вы видите на слайде прямоугольник, на котором обозначены стороны и площадь этой фигуры. Поэтому стороны в уравнении и в этих равенствах на деление и умножение мы обозначаем, также подчеркиваем как части. А вот сама площадь у нас обводится прямоугольничком или квадратиком. И не надо путать целое и площадь. Да, коллеги, вот когда дети у нас комментируют решение данных уравнений, они именно и говорят, что, допустим, 2 – это сторона, 4 – это сторона, а 8 – это площадь. Чтобы найти сторону, нужно площадь поделить на известную сторону и так далее, когда они решают уже у нас уравнение. То есть вот с помощью этого геометрического образа мы иллюстрируем как раз действие умножения и деления и взаимосвязь между компонентами умножения и деления тоже здесь проиллюстрировано. И вот сначала у нас опять же дети решают уравнение на умножение и деление ассоциативным способом. То есть они также и комментируют. Вот смотрите, здесь алгоритм решения уравнения представлен. Также здесь представлен образец комментирования решений уравнений на умножение и деление. А уже затем, когда дети научились комментировать именно ассоциативным способом, мы учим детей решать уравнение на умножение и деление с комментированием по компонентам действия. То есть мы вводим в их речевую практику название компонентов умножения и деления. Ну, я думаю, что вот вы понимаете, что на самом деле очень важно научить детей говорить на грамотном математическом языке. Просто вот я в своей практике, я учитель начальной школы с 20-летним стажем, очень часто сталкивалась с тем, что ребенок, он в принципе что-то делает, он что-то решает. Но когда ты просишь его объяснить, что ты делал, самое главное, зачем и почему, ребенок вступает в ступор. То есть он не понимает, как это комментировать. А это ведет к тому, что когда переходят к решению составных уравнений в среднем звене, дети не могут решить уравнение. Почему? Потому что не заложена прочная база комментированного решения уравнения, опирающаяся на знания компонентов действия. И вот посмотрите, пожалуйста, 3-4 класс, уже мы учим детей решать составные уравнения, которые сводятся к цепочке простых уравнений. Обратите внимание, справа показано, как ребенок решает это уравнение. Он выделяет те же части и целые в зависимости от знака. Мы будем говорить с вами о том, как решать составные уравнения уже предметно в 3-м классе. Вам будут рассказывать педагоги. И обратите внимание, а если он пользуется умножением и делением, решает простое уравнение на умножение и деление, он выделяет как площадь и стороны. Поэтому ассоциативное решение уравнений помогает ребенку решить затем уже с комментированием и решить такие сложные уравнения, как составные. Ну и еще я хотела, продолжая тему уравнений, обозначить вот такую вещь, что в 3-м классе, коллеги, мы говорили, что у нас идет мощная опережающая подготовка, а потом уже идет знакомство. То есть, когда ребенок открывает в 3-м классе знание о том, вообще, что такое уравнение, дети знакомятся именно с определением данного понятия, что такое корень уравнения, мы знакомим с этим термином, и разводим понятие составное и простое уравнение. На самом деле, вот такая мощная опережающая подготовка позволяет нам уже в 3-м классе познакомить детей с составными уравнениями. И самое главное, грамотно комментировать решение данных уравнений. Ну и опять же, в 3-м классе, как я уже говорила, вот эти синдитивные периоды, наступает этот синдитивный период, который и позволяет нам успешно научить детей решать уравнения именно составные. Ну а далее в 4-м классе дети у нас решают эти же уравнения, но уже на другом числовом материале, так как они у нас знакомятся с дробями, с долями, они знакомятся у нас, кроме того, еще со смешанными числами. И вот дети уже решают уравнение этими числами. То есть материал у нас все время усложняется. Идет вот эта мощная опережка. Чтобы поддерживать интерес. Да, детям это интересно. Вот это наша особенность нашего учебника. Ну и как мы уже сказали, что наша дидактическая система позволяет нам организовать работу на уроке так, чтобы ребенок не просто знакомился с чем-то, а чтобы он открывал максимально по возможности, открывал новые знания сам. Вот один из принципов, о которых я вам говорила, который позволяет создать вот эту адекватную образовательную следу, это принцип деятельности. Когда ребенок добывает новые знания сам. То есть ребенок ставится в такую ситуацию, что ему он осознает необходимость открытия новых знаний. Ему этих знаний не хватает. И вот принцип деятельности обеспечивается технологией деятельностного метода. У нас в технологии деятельностного метода есть четыре типа уроков. Также учебники и учебные пособия у нас построены с учетом вот этой технологии. Я хочу обратить ваше внимание, что к каждому уроку математики у нас прописаны сценарии технологии деятельностного метода. Но и эталоны по математике, они позволяют нам как раз вот использовать их как инструмент для организации самостоятельного открытия детьми знаний новых. Ну и вот как Марина Александровна сегодня в беседе нашей приводила высказывание Конфуция, мы знаем с вами, что... Пронесите его, да? Расскажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Да, и не действовать самому, и я научусь. Вот наша задача научить ребенка действовать самому. То есть создать такую ситуацию, чтобы он действовал сам. Ну а кроме того, позиция учителя в данном случае такая. Помоги мне сделать это самому. Как говорила Мария Монтесорь. Ну и вот приводим конкретный пример. Когда дети открывают конкретный смысл действия умножения, конечно, мы можем пойти по тому пути, вот как учитель на нашей иллюстрации, да? Как говорили? Да. Значит, запомни, что сложение одинаковых слагаемых можно заменить таким значком, таким действием, как умножение. Ну, у ребенка может возникнуть вопрос, а зачем? Ну я и так могу, если у ребенка вычислительные навыки достаточно хорошо сформированы, он и так может легко сложить три раза по четыре. Зачем ему нужен этот способ? Непонятно совершенно. Откуда он берется? Почему вдруг я вот все время складывала-складывала и жил прекрасно? Ничего мне не мешало в этой жизни, а теперь я почему-то должен с каким-то новым действием знакомиться, да? Вот. Но каким образом организуется данный урок в нашем учебнике, в нашей дидактической системе? Конечно, прежде чем вообще вводить какое-то новое знание, открывать новые знания, у нас существует такой этап, как мотивация на уроке. Мы детей подводим к тому, что они пришли на урок не просто развлекаться, приятно общаться друг с другом, ну и смотреть на красивую учительницу. Вот. Но мы еще пришли для того, чтобы учиться. А что такое учиться? Это открывать новые знания, умения какие-то для себя, да? Вот. По учебнику можно провести повторение. Дети у нас выполняют практические задачи, которые приводят к сумме равных слагаемых. Вот. Такие же задания у нас есть и в рабочей тетради. Ну и здесь учатся детям считать сумму вот одинаковых слагаемых. И ребенок говорит, я это умею, я это легко сделаю. У меня это получается. Ну а затем учитель дает им другую задачу, более сложную. Вот обратите внимание, здесь представлены задачи на пробные действия. Причем, когда мы просим, знакомим с этой задачей, дается задание не найти ответ к этой задаче, не решить ее, а мы просим записать решение данной задачи. Причем ограничиваем детей во времени. Обратите внимание, в данной задаче нужно записать сумму 856 одинаковых слагаемых. И вот тогда неизбежно ребенок сталкивается с затруднением. И он это затруднение фиксирует. Вот очень важный момент урока, коллеги, когда ребенок фиксирует свое затруднение. Он проговаривает, что он не может сейчас сделать. Первый вариант затруднения. Я пока не могу записать выражение к этой задаче, решение этой задачи. Либо, если кто-то из детей, ну может быть, там с ним позанимался, репетитор или бабушка, может быть, такая. Да, может быть, просто продвинутый ребенок, который очень любит... Он записал, он записал решение. Тогда мы просим его обосновать. Что значит обосновать? Это показать эталон правила, на основании которого ты действовал. Как правило, дети это правило показать не могут. И у него возникает затруднение, что я пока не могу обосновать свою запись. Таким образом мы фиксируем это затруднение. Это очень важный этап урока. Далее, после того, как мы зафиксировали затруднение, что нужно сделать? А нужно остановиться и подумать. О чем мы думаем? Мы думаем о том, почему возникло затруднение, и ставим уже цель. Но прежде чем зафиксировать причину, ответить на вопрос, почему, мы фиксируем место затруднения. То есть мы анализируем свои шаги. Что я делаю? Как я действую? Вот анализ следующий. Задачи надо найти, сколько всего учебников привезли в школу. Для ответа на этот вопрос нужно составить сумму, которая состоит из 856 слагаемых, которые равны 120. В сумме получается слишком много слагаемых. Значит, вместо моего затруднения я не могу записать вот эту сумму. Быстро записать. Да, и причина. Почему? Потому что я пока не знаю вот этого способа записи. Вот это причина затруднения. Когда вот много слагаемых, и как это быстро записать, у меня это не получается. Я не знаю, как это сделать. Ну и на основании причины дети формулируют уже свою цель. Каждый ученик ставит свою цель. Не учитель за них эту цель ставит, а ребенок сам формулирует цель, что я хочу сначала узнать способ, как быстро записать, и научиться этому способу, да, способ быстрой записи, суммы, где много одинаковых слагаемых. Причем, если ребенок ставил себе, вернее, определял затруднение, что я не могу записать, то он ставит такую цель, научиться быстро записывать. А тот ребенок, который обозначил свое затруднение, что я не могу обосновать, его цель будет научиться обосновывать свое затруднение. Ну, на самом деле, фактически причина, и у тех, у кого было затруднение, я не могу записать, и кто не может обозначить, это отсутствие вот этого знания, способа, да. То есть для того, чтобы обосновать, я должен узнать этот способ, открыть его, да. То есть фактически и причина, и цель у них одна. Вот именно научиться быстро записывать, узнать этот способ. Ну, и способ дети у нас придумывают сами. Они работают в группах, но для того, чтобы дети открыли сами, нужно, чтобы они сначала простроили план, как они будут действовать, что они будут делать. И вот план следующий. Они выдвигают свои версии вот этого значка и сравнивают свои версии. Затем они выбирают самый удобный способ записи этого действия, сравнивают с учебником, и уже с помощью этого значка они учатся записывать сумму одинаковых слагаемых. То есть получают эталон. Да, получают эталон. То есть таким образом дети уже на этапе реализации построенного проекта должны догадаться, что в записи нужно зафиксировать слагаемое и их количество, выдвигают свою версию, затем выбирают лучшую версию в классе. Вот дети могут представить различные записи, да. Различные значки могут придумать. Затем они сравнивают свою гипотезу, то, что дети у нас предлагают, это гипотеза. Они должны убедиться, что гипотеза верна, либо она не верна. Сравнивают эталоном в учебнике и при необходимости уже корректируют то, что у них было неправильно. Вот, например, в данном случае мы видим, что в прямоугольнике записано произведение иное, чем должно быть в эталоне. И мы объясняем детям, что какой множитель нужно ставить на первое место, а какой множитель на второе, и почему именно так нужно это делать. Ну и в завершении дети фиксируют вот это новое знание в эталоне. То есть они делают вывод и проговаривают, что вот у нас была цель узнать, и мы фиксируем свой результат в эталоне, и узнали, что это за способ такой записи сложения одинаковых слагаемых. Ну и мы сравниваем этот эталон с текстом учебника. Учитель может сообщить сам, если дети, которые уже знают, как это действие называется, сообщают, что это действие называется умножением. Обратите внимание, эталоны у нас есть в учебнике. Также, коллеги, у нас есть отдельное пособие, но я еще вам его покажу, которое называется «Построй свою математику». Эталоны по математике. Ими можно пользоваться на уроках. Ну и, конечно, вот когда ребенок ставит свою цель, когда ребенок получает свой результат, у него создается ситуация успеха. Он достиг своего результата, он доволен этим результатом. И вот это является таким мотивирующим фактором для открытия новых знаний. И ребенку это нравится. И вообще, коллеги, вот опять же, одна из особенностей нашей математики, что мы строим обучение именно на успехе. И дети фиксируют в результате обучения именно свой успех. И оценивают свой успех. Ну вот мы базируемся на высказывании Василия Александровича Сухомлинского. В силе ученика веру в успех, в себя и моральные силы для преодоления своих слабых сторон. Ребенок черпает в своих успехах. Вот этот принцип психологической комфортности, он должен соблюдаться на всех этапах урока. Это очень важно, коллеги. Ну и вот мы плавно переходим с Вами к нашим дидактическим принципам. Уже, в общем-то, о двух принципах мы немножечко с Вами поговорили. Это принцип деятельности, принцип психологической комфортности. Вот. И мы видим с Вами, что их семь. Мы считаем, что очень важно соблюдать именно все семь физиоптических принципов, тогда вот наши технологии и наш учебник, они будут максимально работать на то, чтобы ребенок получал свои результаты при обучении, чтобы у него эффективно формировались знания по математике и чтобы у него формировалось вот это умение учиться, метод-редметное умение. Ну и Вы видите, что вот эти принципы очень важно соблюдать на всех уровнях образования. На каких-то уровнях одни принципы становятся более важными, значимыми, выпуклыми. На каких-то уровнях на эти принципы, может быть, мы не так обращаем внимание, но то, что их нужно соблюдать на любой ступени обучения, это очень важно. Ну и вот немножечко мы поговорим о зонах риска, когда нарушаются вот эти два принципа. Принцип мини-макса и принцип психологической комфорты. Очень часто можно слышать такое мнение, даже в метро можно услышать, когда родители говорят, ничего в школе не успели, на дом задали, решить все номера урока. Или еще такой вариант бывает, за неделю не успели, дали на дом на выходные, да решайте то, что не решили. В результате создается негативное отношение к предмету, ну и перегруз детей. Ну вот на самом деле, коллеги, наш учебник, он как раз и построен с учетом принципа мини-макса, который вот дает возможность освоения содержания образования на максимальном для ученика уровне. Это определяется зоной ближайшего развития возрастной группы. И обеспечивается освоение материала именно по математике на уровне социально безопасного, минимума, то, что вот зафиксировано в стандартах, да. То есть вот эти два уровня, ученик научится, и ученик получит возможность научиться, они четко выражены в нашем учебнике. Здесь мы понимаем, что у нас есть в учебнике задания, которые, они помечаются определенной символикой, об этом вы узнаете вот из наших дальнейших консультаций, которые для обязательного выполнения на уроке. И есть задания, которые мы можем предлагать детям по желанию или если мы понимаем, что эти задания ребенок вот может выполнить, что он уже готов к этому, что это задание продвинет его на более высокую ступенечку в его развитии. Это необязательное задание для выполнения. Я тоже сталкивалась с такими вещами, вы знаете, иногда к нам люди звонят в наш институт, в общем, по своей воле, со своими проблемами. Вот однажды позвонила бабушка третиклассника, значит, были каникулы, лето, по-моему, конец июня, она позвонила с вопросом с таким, что вот мы в третьем классе прошли только две части учебника, а третья часть нам учительница дала на каникулы. Самим освоить. Вот. Поэтому, конечно, такого делать ни в коем случае нельзя, это очень порочная практика, вот, и здесь надо четко понимать, когда вы берете учебник в руки, открываете какой-то урок, для себя четко градуировать уже, да, какие задания все ученики выполнят, какие именно на уроке все должны выполнить, какие задания я дам детям, которые могут немного больше, чем остальные, вот, какие задания, может быть, я дам на домашнее выполнение, вот, предлагая детям для домашнего задания номера, можно предложить им так, чтобы они выбрали то, чему, что они хотят повторить дома, чтобы стать еще умнее и сильнее, а может быть, какое-то задание их заинтересовало, поэтому пусть он возьмет его и прорешает с удовольствием. Да, давать задания по выбору, по желанию, ну, и творческие какие-то задания тоже, вот, они продвигают детей, но это не должно быть обязательно для всех. Ну, и, вот, немножечко забегая вперед, и вообще, вот, наша технология, она предполагает, что домашнее задание не должно быть наказанием для ребенка, оно должно помочь ребенку в освоении материала. Вот, домашнее задание нужно ребенку для чего? Чтобы научиться и повторить. поэтому домашнее задание, оно должно быть максимально индивидуальным, а еще лучше, когда ребенок это домашнее задание задает себе сам, то есть он сам выбирает, какие задания я буду дома выполнять для того, чтобы, может быть, ликвидировать вот те затруднения, которые у меня остались еще пока на уроке, которые помогут мне, может быть еще раз новый эталон применять, научиться, да, задание, которое может мне быть очень интересное, задание, которые помогут мне научиться выполнять, идти на более вот этот высокий уровень и так далее. Ну и вот принцип минимакса, как говорил Аристотель, он состоит в том, что нужно смотреть на тех, кто впереди, не оглядываться на тех, кто позади. Конечно же, мы говорим о том, что обучение мы строим на максимальном уровне, да, вот, но это не значит, что мы не будем обращать внимание на детей с более низким уровнем знаний, развития и так далее. Но вот именно отбор содержания на уроке полностью зависит от вас. Только вы знаете хорошо тех детей, которые сидят перед вами, да, вы, мне кажется, иногда учительница даже больше, чем мама, потому что порой родители видят своего ребенка там 15-20 минут в сутки, вот, а учительница с ним работает с 8 и до 6, поэтому она лучше знает, что ребенок знает, умеет, на что он способен, вот, какие у него привязанности и так далее. и как ему помочь. Да. Ну и, конечно же, вот, коллеги, принцип психологической комфортности это тот принцип, который помогает создать доброжелательную атмосферу на уроке. Он помогает реализовывать идеи педагогики сотрудничества, снимать все вот эти стрессообразующие факторы, чтобы ребенок не слышал на уроке такую фразу и опять у тебя, Вася, двойка там или тройка в контрольную работу, да, вот, а чтобы ребенок наоборот понимал, что ошибка это не враг, а лишь ступенька на пути достижения цели. То есть ошибка помогает ребенку осознать, что он еще пока не знает, не умеет, над чем ему еще нужно поработать, чтобы достичь своей цели. Это хорошо, что он вот сейчас на уроке эту ошибку допустил, что он сейчас над ней поработает и уже в контрольной работе у него будет намного меньше ошибок. Вот ошибка наш помощник. Спасибо ошибке. Спасибо ошибке. Так, коллеги, ну и вот следующий вопрос, который мы хотим да... очень часто возникает вопрос. Коль скоро математика такая, скажем так, интересная, но вы тут мнение, что не для всех наука. Почему же тогда учебники Людмилы Георгиевны Петерсон позволяют всем детям, мы уже говорили, не только физмат-школ, да, но всем детям осваивать эту науку? Ну, на самом деле, вот, коллеги, когда Людмила Георгиевна всегда об этом говорит, когда она создавала этот учебник, начиная с 91-го года, она исходила из концепции «Математика для каждого». Учебник создавался вместе с Георгием Владимировичем Дорофеевым, ну, я думаю, что не надо представлять этого автора, да, его все хорошо знают, вот, и именно «Математика для каждого», чтобы каждый ребенок смог с помощью нашего учебника освоить этот прекрасный предмет, прекрасную науку, и, ну, каждый на своем уровне, да. Подружиться с этой царицей наук. Да, с этой царицей наук. Ну, и вот наша дидактическая система, наш учебник создавались как раз как механизм реализации концепции «Математика для каждого», и это полностью соответствует той концепции развития математического образования, о которой уже мы давно говорим, и которую, в общем-то, была принята вот по инициативе Владимира Владимировича Путина. И там четко говорится, что не должны стоять учителя на той позиции, что вот есть неспособные дети, нет таких детей неспособных к математике. Каждый ребенок способен именно вот к своему уровню отвоения данной науки. Вот. Ну, и мы знаем прекрасно, что вот сейчас в наших школах очень много детей с проблемами ММД, СДВГ и так далее. Вот наша дидактическая система как раз и позволяет решать эти проблемы. Чем отличаются дети с этими проблемами? Во-первых, низким уровнем памяти, внимания, мышления, волевой саморегуляции. А учебники наши построены таким образом, что идет систематическое развитие и памяти, и мыслительных операций. ребенок к всему этому учатся. Также у детей таких есть проблемы низкой учебной мотивации. Построение уроков технологии деятельностного метода решает эту проблему. Механизм хочу, надо, хочу, могу работать в полной мере, создавая хорошую мотивацию для учения. Дети эти отличаются в гиперактивности. А если мы применяем принцип деятельности, значит ребенок может встать, подвигаться, сделать и снова сесть и приняться уже за работу в тетради. Да, ну и работа в группах как раз помогает детям, когда они перемещаются. В группах, в парах, да. Как раз помогает ребенку, в общем-то, такому ребенку в гиперактивности лишний раз подвигаться. И как раз вот с этим связано на быструю утомляемость, отвлекаемость. Помним об отборе содержания мини-макси, в принципе мини-макса и также о психологической комфортности. И чередовании форм работы и видов деятельности, да. И чем урока. Помогает вот эту проблему решать. Также детям трудно удерживать информацию и выполнять задания по инструкции. А мы учим работать с эталонами, учим работать с учебником. И ребенок, если он отвлекся, он может всегда вернуться к той позиции, к тому шагу, который он только что выполнял, вернуться в учебную деятельность и выполнить ее качественно. Ну и вот как раз совместное творчество, создание для каждого ребенка ситуации успеха, это тоже помогает решить проблему. Ну и мы знаем, что у детей вот СДВГ, ММД бывают трудности формирования навыков письма. В нашем институте созданы замечательные прописи, которые позволяют детям научиться хорошо писать, создавать свое письмо, то, которое он может представлять на суд других людей, чтобы оно было удобно читаемым и понятным. Да, но это осознанное обучение письму, не только цифр, но и буквы. Сейчас мы такое пособие составляем, да, вот мы называем секреты письма. То есть здесь дети сами составляют алгоритмы написания каждой цифры, каждой буквы. То есть это именно осознанный подход, то есть ребенок пишет эту цифру конкретно обозначая, где будут точки опоры и как правильно их соединить. очень полезное пособие. Ну и подводя вот некий итог, значит, о каких же особенностях мы сегодня с вами говорили. Ну, во-первых, содержание курса выстраивается по содержательным методическим линиям, каждая линия отражает логику и этапы формирования математического знания в процессе познания, мы об этом говорили. все линии у нас взаимосвязаны друг с другом, развивают и дополняют друг друга. Существует подготовительный период при изучении каждой содержательной методической линии. Наша педагогическая технология и реализация содержания это технологии деятельностного метода обучения, где учащиеся открывают новое знание сами, математическое знание и фиксируют это в эталоне. Содержание выстраивается с помощью дидактических принципов, но и позволяет дифференцировать учебный материал под возрастные индивидуальные особенности ребенка, что позволяет как раз выстроить индивидуальный образовательный маршрут. Если ученик учится сам, тогда если учитель не транслирует это знание, вопрос тогда, а что делает учитель на уроке? Ну, коллеги, вот те, кто знаком с миром деятельности, да, я думаю, они легко ответят на этот вопрос. Учитель у нас на уроке выступает в роли помощника и организатора. А что же поможет учителю? Ну, учителю, да, поможет, что учителю поможет? Методическое сопровождение, да, по педагогам по нашему учебно-методическому комплекту, комплексу «Учусь-учиться». Значит, у нас очень мощное методическое сопровождение, как я уже сказала, это и система наставничества, также на сайте института вы можете в разделе учителям бесплатно, во-первых, скачать методические рекомендации к учебникам, также у нас есть дорожные карты перехода для педагогов второго по седьмой класса. Это те, кто раньше работали по другим учебно-методическим комплектам, но хотят познакомиться с нашим. То есть, например, в первом классе и во втором классе был другой учебник, не математика «Учусь-учиться», а с третьего класса дети начинают заниматься именно по учебнику математики «Учусь-учиться». И вот как перейти с одного учебника на наш учебник, вот здесь в этих картах как раз все и обозначено. Также, коллеги, вот мы проводим консультации, вот мы начинаем этот цикл консультаций, у нас есть еще на сайте видео лекции и рекомендации для начинающих педагогов, также есть, коллеги, у нас такой раздел, как методическая копилка, где есть сценарии не только по учебнику математики Людмиле Георгиевне, но и по другим предметам. И также внеурочной деятельности. Да. Также, коллеги, на базе нашего института мы будем проводить ежемесячные онлайн консультации по всем классам обучения, вот вы как раз и сейчас и участвуете в цикле таких консультаций, мы проводим очные курсы повышения квалификации разного уровня подготовки, это и по учебнику математики, и по технологии деятельности, метод, по курсу мер деятельности. Также у нас есть дистанционные курсы повышения квалификации, вот здесь вы видите QR-код, если вы его отсканируете, то вы попадете на страничку на нашем сайте, где как раз и расположена информация о наших курсах. Также, коллеги, вот в разделе учителям вы можете бесплатно скачать сценарии уроков по каждому уроку математики с первого по четвертый класс. Мы выложили эти сценарии в бесплатном доступе, также там вы найдете планирование, и также вы найдете методические рекомендации. А еще есть презентации уроков. Ну вот в сценариях уроков как раз есть и презентации к каждому уроку. мы настоятельно вам рекомендуем скачать эти сценарии, чтобы вы вот ими воспользовались. Это как раз и будет вам большим помощником при освоении вообще методики работы по нашему учебнику. Кроме того, вы еще и обладеете, через эти сценарии сможете обладеть технологией и будете чувствовать себя очень уверенно. Да, ну вот как раз использование нашего учебника мы рекомендуем только вот как раз при условии мотивации. Желательно, чтобы у вас была курсовая подготовка по нашему учебнику. И вот при выполнении этого условия мы вот простроили эти дорожные карты перехода с любого класса на наш учебник. Вот. И ну это действительно вот играет роль очень большая большую роль играет мотивация учителя. Да, вот когда он хочет изменяться. Нет ничего невозможного. И тогда все получается. Коллеги, что еще вам в помощь? Наш институт вот как раз занимается и исследовательской, и экспериментальной работой. И мы вот строим эту инновационную методическую сеть, в которую мы включаем учителей. Вы тоже при желании можете присоединиться к нашим учителям, которые уже работают, входят в нашу инновационную методическую сеть. Вот когда вы вступаете в наши проекты, у нас два проекта, это федеральная инновационная площадка и международный исследовательский проект. Реализация этой работы у нас через творческие лаборатории, то есть мы взаимодействуем с учителями именно с помощью этих творческих лабораторий. У нас их десять. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на две лаборатории. Обратите внимание на лабораторию пять. Она как раз так и называется математика «Учусь учиться». В рамках этой лаборатории учителя у нас помогают разрабатывать и опробировать те новые пособия, которые у нас создаются именно по курсу математики. «Учусь учиться». И вторая лаборатория, это лаборатория номер девять, которая называется «Выращивание способностей и одаренностей». Вот она как раз посвящена работе с одаренными детьми. Вот немножечко подробнее на этом я сейчас остановлюсь. Наша позиция, коллеги, что все дети одарены. Ну, слово «одаренность» мы расшифровываем как «владение даром». Но этот дар можно системно развивать в течение жизни. Вот это качество личности, и оно позволяет человеку достичь более высоких незаурядных результатов в каком-то виде деятельности по сравнению с другими людьми. Но так как мы говорим об учебнике математики, то мы будем с учителями в общем-то говорить именно о тех детях и вообще о том виде деятельности, как олимпиадная математика. То есть мы привлекаем как можно больше детей участвовать в олимпиадах. И концептуальной идеей является как раз подготовка учителей, создание для них вот этого педагогического инструментария и методик, который обеспечивает мотивацию системного увлечения детей в самостоятельную математическую деятельность на уроках и самое главное во внеурочной работе на основе нашей дидактической системы. Нам помогает в этом технология, курс мер деятельности и так далее. Но дальше мы должны обеспечить как раз достаточную полноту и преемственность вот этой предметной подготовки школьников к математическим олимпиадам уже с первого класса по девятый класс. Мы считаем, что это очень важно привлекать уже с первого класса детей в эту деятельность. Но концептуально мы говорили о том, что повышается результативность участия детей в олимпиадах и уровень математической подготовки в целом. Данная работа синхронизируется как с системой математических олимпиад, так и с курсом математики учиться. Но в этот проект у нас уже вовлечено достаточно много учителей. Марина Александровна тоже, будучи учителем до недавнего времени, тоже со своими детьми участвовала в этом проекте. И влюбились в этот проект. Я знаю, что весной они приезжали сюда, в Москву и участвовали успешно в олимпиаде. А сейчас я хочу вам представить проект математика Петерсон Дети. Приглашайте, пожалуйста, своих ребяток для участия в этом проекте. Ребята записывают на видеоролике, они это очень любят и представляют свое решение различных задач. Совсем не обязательно, что это будут олимпиадные задачи. Это могут быть задачи базового уровня. Ребенок записывает его и присылает к нам в институт в такую копилку, как проект математика Петерсон Дети. Участвуйте, пожалуйста. А призом является комплект учебников на весь класс. Ну да, на самом деле этот проект у нас существует и достаточно успешно. И когда ребенок объясняет решение какому-то ребенку, то он, во-первых, сам понимает, да, вот уровень овладения этими умениями у него повышается, но и потом, когда другие дети слушают объяснения своего товарища, им гораздо проще овладеть этим способом, да. А кроме этого прислушать-то можно несколько раз, чтобы понять. Да. Ну, коллеги, мы с большим удовлетворением хотим сказать, что вот мы наконец-то вошли в новый федеральный перечень учебников, и чему мы несказанно рады, и теперь я хочу вам представить, что мы имеем, да, на сегодняшний день. Ну, во-первых, это курс математики учусь учиться, он вошел в федеральный перечень учебников, это открытая система, наши учебники можно использовать учебниками из других линий, с любыми учебниками, вот как раз на предыдущем слайде я показывала вам вот это письмо, вот оно у нас, вот если вы QR-код отсканируете, вы попадете на страничку с этим письмом и с ним ознакомитесь, вот, что входит в наш непрерывный курс математики учусь учиться. Ну, во-первых, это пособие для дошкольной подготовки игралочка по математике, это учебники математики для начальной школы, учебники пятого, шестого класса и учебники алгебры с седьмого по девятый класс. Также у нас есть электронная форма учебников с первого по девятый класс, у нас есть рабочие тетради для начальной школы к учебнику математики, есть эталоны построить свою математику, методические рекомендации, программы, то есть весь дидактический материал у нас есть, присутствует. Также у нас есть разработаны самостоятельные контрольные работы по математике, сейчас, как я уже сказала, они обновляются, есть у нас новые пособия, развивающие самостоятельные контрольные работы, также у нас есть электронное приложение для мониторинга предметных результатов, сценарии уроков, где их найти, я уже вам рассказала, а также дополнительные учебные пособия, я сейчас более подробнее о них скажу. Итак, значит, учебник у нас в двух вариантах, это учебник, учебное пособие в мягком переплете, это тот старый учебник, который был, он издается, его можно купить, также у нас сейчас новый вариант учебника в твердом переплете, и к нему мы издаем рабочую тетрадь, как я уже сказала, самостоятельные контрольные работы мы обновляем, первый класс уже новый сборник вышел, второй класс вот он у нас на подходе, и дополнительное учебное пособие, это вот каллиграфия цифр, сейчас оно трансформируется в пособие секрета письма, и есть пособие для формирования навыков основного счета, которое называется радуга. Ну и для дошкольников, я почему на этом делаю акцент, многие из вас наверняка работают с детьми при подготовке детей к школе, что вы можете использовать, ну во-первых, у нас есть такое пособие, как комплексная программа мир открытий для подготовки детей к школе, также у нас разработан курс математики, который вот совместность Людмила Георгиевна написала Елена Евгеньевна Кочемасова, называется награлочка, новое пособие, оно обновленное, вот вы можете его использовать успешно для подготовки детей по математике к школе, и вот к этому пособию Елена Евгеньевна Кочемасова еще разработала развивающие пособия, которые называются задачи в кроссвордах, сказочная математика, который час, и еще новое пособие, вот оно только-только вышло, называется сезонная математика, ее тоже можно использовать при подготовке детей к школе. Ну что, мы забежали до китайской кроники. Вот, теперь, ну, я надеюсь, что у вас вот вопросы возникли, сейчас мы посмотрим, так, но пока я не вижу, да, коллеги, ну, я хочу сказать о том, что наверняка все-таки при работе с нашим учебником, даже у тех людей, которые давно работают, возникают вопросы. вы можете эти вопросы нам присылать, мы будем очень рады ответить, и самое главное, вы знаете, мы на этом будем строить консультации следующие, именно на ваших вопросах, поэтому вы присылайте нам, сейчас на слайде будет адрес, на котором, на который вы будете присылать свои вопросы, а пока Марина Александровна ознакомит вас с нашими ближайшими событиями. у нас работать будут дистанционные курсы по математике с 9 сентября по 25 декабря, а также очные курсы по математике для педагогов Москвы с 10 сентября по 24 декабря. На базе нашего института. на сайте вы можете зарегистрироваться и узнать информацию об этих курсах. Обратите внимание, я немножечко скажу, что мы переехали, мы сейчас находимся не на водном стадионе, как раньше, в Академии повышения квалификации, теперь наш институт находится на метро Белорусской и Савеловской, можно от этих двух станций до нас добраться, на 5-й улице Ямского поля, 9, и вот эти очные курсы для педагогов Москвы как раз и будут проходить на базе нашего института. Консультации по математике, цикл которых мы сегодня открывали, будет проходить для педагогов, работающих для первых, во первых, вторых классах, это 5-го сентября, мы очень вас ждем, а для педагогов, работающих в третьих, четвертых классах, 9-го сентября. Еще раз повторюсь, консультации будут предметные, в соответствии с классом. И, коллеги, вот я вижу здесь, что присылаете заявки, значит, еще раз я хочу обратить ваше внимание, что регистрации на курсы проходят через наш сайт. Вам нужно будет открыть наш сайт, с правой стороны там есть баннер «Курсовая подготовка», вам нужно будет нажать на этот баннер, вы попадете как раз на страницу с курсами, выберите необходимые для вас курсы, и там будет онлайн регистрация. Вот, я регистрацией на курсы не занимаюсь, у нас есть специальный коллектив, который вот именно этим занимается, вот, поэтому через сайт вы можете зарегистрироваться на наши курсы. Ну, а теперь давайте, коллеги, подведем итоги нашей консультации. Итак, пожалуйста, проголосуйте в результате участия в консультации, что вы получили. Спасибо. Так, идет сбор данных у нас. так, так, ну, что же, я думаю, что каждый получил свой результат, кто-то узнал что-то новое для себя, да, кто-то достиг своей цели, которую ставил в самом начале консультации, кто-то получил ответы на вопросы, которые перед ним возникали, вот, я думаю, что это очень важно действительно подвести итог и понимать, с чем мы уходим, да, ну, вот, в основном выбирают цифру 4, цифру 1, да, так, спасибо вам большое. Большое спасибо. И вам спасибо. Так, скачать ролик, так, о каком ролике речь, непонятно. Уточните, пожалуйста, где можно скачать ролик, вы пишете, какой ролик, вы имеете в виду? Коллеги, вот тот ролик, который мы сегодня вам демонстрировали, он есть на нашем YouTube-канале. Если вы зайдете на наш сайт и найдете, вот, прокрутите страничку до конца, в нижнем левом углу вы увидите значок YouTube. Если вы на него нажмете, то вы попадете на наш YouTube-канал. И вот там вот этот ролик, он размещен, вы сможете его посмотреть. Так, ну что, заканчиваем голосование. Спасибо, коллеги, вам большое. Так, ну и мы хотим с вами уже попрощаться, но прежде чем прощаться, домашнее задание. Да, сейчас нам откроют презентацию. Так, значит, очень рада, что люди поняли, что нужно пройти курсы. Да, многие. Так, домашнее задание. Будем рады. Значит, познакомиться с содержанием следующих уроков на сентябре по своему классу. Для этого нужно рассмотреть учебники, рабочие тетради, методические рекомендации. Вопросы свои, о которых я говорила, нужно присылать. Мы очень не ждем. Да, на адрес Гайдукова учителя первого, второго класса, обратите внимание, не до шестого, а до третьего числа, потому что пятого уже будет консультация для первого, второго класса. На консультацию желательно иметь при себе учебник, рабочая тетрадь. И, коллеги, вот мы прилагаем вам документ, когда вы будете скачивать сертификат, он будет на этой же страничке, в котором будут ссылки на видеоконсультацию номер два. Вы выбираете свой класс, и там будет видеозапись по первым пяти, семи урокам по вашему классу. Вот это видео обязательно вам нужно будет просмотреть. Ну что, коллеги, я очень благодарю вас за сотрудничество. Мы рады, что к нам пришли педагоги, которые начинают работать или продолжают работать по нашему учебнику. Спасибо большое за ваши комментарии. Мы поняли, что равнодушных людей сегодня не было, что каждый из вас получил свой результат, и каждый понял, чего ему еще в жизни не хватает. Но я надеюсь, что этот учебный год для вас принесет много новых открытий, и вы многому сами научитесь, научите своих детей. А мы ждем вас на следующей консультации. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.